Доброго времени суток! У меня утро 30 марта, 8.15 и я снимаю это видео, потому что вчера вечером компания Samsung представила свой новый флагман, который будет двигать мобильное подразделение Samsung весь целый год и задавать определенные тренды, тенденции, хайпы, моды и так далее и тому подобное. Я решил вчера не снимать видео на скорячок, первые впечатления, потому что первые впечатления иногда бывают обманчивые и на самом деле так оно и оказалось. Первые впечатления обманчивые. Я посмотрел 2 или 3 десятка первых впечатлений других блогеров, я посмотрел видео от Samsung, я посмотрел статьи, я зашел на веб-сайт Samsung подробно, насколько возможно для меня изучил этот вопрос. И сейчас я могу уже взвешенно, знаете как, утро вечера мудренее, я проснулся и взвешенно могу вам рассказать о том, что же представила компания Samsung и соответственно дать адекватную оценку текущему флагману. Ну на самом деле у меня не Samsung Galaxy S8. Многие, когда я снимал видео про Galaxy S7 и вообще про Samsung и говорили о том, что мои видео проплачены, о том, что я там выхваляю Samsung, а вот потому что мне дали денег. Ребят, во-первых, меня не взяли на презентацию. Во-вторых, мне ни разу компания Samsung не выдавала товар на обзор. У меня есть друзья, которые работают в магазине, в розничном магазине Samsung и они мне давали демообразцы прям со стенда для того, чтобы я делал обзоры. Или же у кого-то из друзей я брал, в частности, к примеру, вот этот Samsung Galaxy S7 вообще я купил сам за свои деньги. И скорее всего будет это из Galaxy S8. Так как я сделал это с iPhone, я купил его сам за свои деньги для того, чтобы снять видео обзоры для вас. Так вот, Galaxy S8. Что же в нем улучшилось? Что же в нем изменилось? Что же в нем стало такое, чтобы я захотел или же купить его, это первый момент, или второй момент, это проапгрейдить свой старый, там, к примеру, Samsung или другой телефон, на этот Samsung Galaxy S8. Прежде всего, давайте начнем с самой презентации. Многие знают, что презентация является как лицом, знаете, как вот встречают по одежке. И сама презентация, конечно, прошла очень пафосно. Во-первых, приглашали сотни блогеров, просто посвозили СМИ блогеров в Нью-Йорк, в Соединенные Штаты. То есть, топовые блогеры в российские, причем, что не только техноблогеры, например, Руслан Усачев, там, Илья Варламов. Многие техноблогеры зарубежные, и не только техноблогеры были на этой презентации. Ну, к примеру, Кейси Нейстадт, очень популярный блогер. Кейси Нейстадт вышел на сцену, там, короче, все как надо. То есть, пафос зашкаливал однозначно. Дальше, там, демозоны очень крутые были. Все-все-все на высшем уровне. Но, если посмотреть и проанализировать презентацию, я смотрел параллельно презентацию с канала Samsung. И также, частично, я смотрел презентацию на канале Diamagnetic. То есть, Арсений Петров делал такой перевод, как синхронный практически. Но, единственное, что мне больше все-таки нравится оригинал. И у Арсения была задержка в одну минуту, потому что он делал перетрансляцию. Соответственно, блин, я всегда люблю все самые первые узнавать. Поэтому я часто смотрю оригиналы. Даже, причем, что я... Мне нравится, как ведет трансляция Вилсаком. Трансляция, которую вел Вилсаком у Сачи Виверламов, была просто отвратительная. Это одно из худших, что делал в 2017 году Вилсаком. Но это отдельный момент. Трансляция, что касается непосредственно самой презентации. Когда я смотрел, пафос зашкаливал очень круто. Ну, рассказали и про телефон, показали. Ну, основной тренд это безрамочность. То, что Infinity Display. То есть, дисплей без концов, без границ, без рамок. Как угодно можно это назвать. Но, когда презентация проходила, и я такой сижу и думаю, а про камеру? Вот это все, что вы хотели рассказать нам про камеру? Потом, про улучшение железа. Это все, что вы хотели нам рассказать? То есть, вот так вы улучшили железо? Блин, ну, в Android это очень важно, железо. Надо обязательно было. И когда рассказывали о разных фишках, то есть... Я почувствовал какую-то пустоту. То есть, я почувствовал о том, что нам как бы раздувают все, создают иллюзию бурной деятельности. Но по факту ничего выдающегося не презентовали. Вот этот Brixby, который голосовой помощник, это просто сервис. Это не является частью телефона. Не знаю, в общем, его можно Brixby поставить и в Galaxy S7, и в S6. То есть, ну, я имею в виду, можно было бы установить, да? Но зачем этому уделять так много внимания? И лично я не понял презентацию Samsung. Да, все красиво. Да, все, знаете, вот обвертка была очень крутая. Но, как в презентациях Xiaomi, вы можете сказать, блин, так ты Xiaomi дрочер, вот ты, ага, вот твоя истинная суть. То есть, ребят, когда презентовали Xiaomi Mi 5, блин, там рассказали все подробности. Могли бы сделать пафосную презентацию и потом еще такое, знаете, как дополнение. Вот, о улучшениях экрана, о улучшениях железа, о улучшениях камеры, конкретные фишечки, Type-C, там все это. Я понимаю, что это все мелочи, и вы якобы считаете, что это не особо важно. Блин, ну все равно, была пустота. И это обидно было, реально обидно. Потому что те фишки, которые я реально жду в смартфоне Samsung, я хочу о них услышать. Мне нужно о них рассказать, показать, продемонстрировать. И это очень важно. Если этого не происходит, то у меня не появляется желание покупать этот телефон. Да, куча пафоса, куча блогеров, все хвалят, 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 хвалят. Вау, 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 какой он классный. Хотя некоторые блогеры, особенно вот именно западные СМИ, они очень-очень четко как бы уделяли недостаткам внимания. Первый недостаток, это то, что камера основная, она не особо-то и улучшилась. Это те же 12 мегапикселей с апертурой 1.7. Да, там немножечко улучшили саму технологию фотографирования. Но, ребят, я не этого ожидал. Я ожидал 16-мегапиксельную, 18-20-мегапиксельную камеру. И некоторые скажут словами Саши Лепоты или других о том, что якобы мегапиксели не важны. Важно то, как качественно фотографируют камера. Йоу-йоу-йоу, постойте. А разрешение картинки, это что, не важно? К примеру, в iPhone 7 Plus сделали дабл-камеру для того, чтобы был двухкратный оптический зум без потери качества. Если вы не сделали двухкратную камеру, а в Galaxy S8 и S8 Plus не сделали двухкратную камеру, то сделайте большее разрешение для того, чтобы я мог потом кропать это дело. Чтобы я мог вырезать, или чтобы это был цифровой зум, и он был реально офигенно качественный. Вот в этом вся фишка. 12 мегапикселей сделать камеру, ну это несерьезно. Реально несерьезно. Фронтальная камера 8 мегапикселей. Ей тоже особо не уделили внимания. Да, сказали о том, что она стала лучше. Да, сказали о том, что угол обзора достаточно большой. Все остальные фишки. Кстати, вы знаете о том, что у Galaxy S7 очень сильно большая проблема с дисторсией камеры. О том, что когда вы снимаете какой-то ровный объект, он кажется неровным, а какой-то выпуклый, то есть неровный вообще вот грань, то есть линейку положить, а она, ну, неровная. Почему об этом не рассказали о том, что, ребята, вот у нас была в прошлом, предыдущем флагмане вот такая лабуда, а в этом флагмане мы это исправили. То есть, или вы это не исправили. Да, Samsung, вот в чем вопрос. А фронтальная камера 8 мегапикселей, в принципе, более-менее нормальное разрешение по мегапикселям. Да, она стала апертурой 1.7, как и основная камера. То есть, она теперь захватывает больше света, снимки будут более качественные. На рынке особо никто не заморачивается по поводу фронтальной камеры. Там Sony чуть-чуть, Asu чуть-чуть заморачивались. Но вот так, если посмотреть реально, они не выстреливали. Эти фронтальные камеры недостойны внимания. Samsung Galaxy S7 неплохая фронтальная камера. Но вот я сейчас снимаю на фронталку Xiaomi Mi 5S. И поверьте, фронталка Xiaomi Mi 5S лучше, чем Samsung Galaxy S7. И вот возникает вопрос, а будет ли у S8 настолько крутая камера, что она может целый 2017 год конкурировать с вновь представленными флагманами, которые будут просто пытаться задавить Samsung всеми возможными элементами, в том числе и камерами и так далее. Будет ли эта камера способна конкурировать? Потому что камера в Galaxy S7 с выходом Xiaomi Mi 5S и с выходом многих других флагманов, она реально стала слабее. А тут важна работа на опережение. По поводу экрана. Вот то, чему уделили действительно внимание, о том, что экран безрамочный практически, в общем, о нем рассказывали, показывали, насколько он расширяет возможности. Я купил Galaxy S7 обычный, а не S7 Edge. Знаете почему? Потому что я ненавижу эти долбанные загнутые края. А знаете почему? Потому что случайные нажатия, потому что при ударе риск раздолбить стекло, даже при маленьком ударе, намного выше, нежели в обычном Galaxy S7. В-третьих, это не всегда удобно. Реально не всегда удобно. Если в Galaxy S6 Edge это были вообще острые края, то в Galaxy S7 Edge они уже стали более закругленные и, соответственно, не так давить на руку. Это очень важно, о том, чтобы на руку не было давления. Но в Galaxy S8 Plus или S8, я думаю, что вот эти рамки, они не стали лучше, чем у Galaxy S7 Edge. То есть, блин, ну только нижние рамки уменьшили, а боковые, как у S7 Edge. И вот это немного, как бы, блин, расстраивает. Почему не сделали обычную версию Galaxy S7? Ну, это как-то неправильно. Я, конечно, куплю Galaxy S8, но это то, что нужно тестить и пробовать. И это то, к чему у меня большие вопросы. Еще добавлю один маленький момент по поводу разрешения экрана. 2960 на 1440. В частности, в Galaxy S7 это 2560, а не 2960. То есть, получается так, что на 400 вот этих вот пикселей подняли экран. То есть, он стал выше, более вытянутый. То есть, там соотношение сторон специфическое стало. Что является тоже вопросом, блин, оптимизации кучи приложений. Я понимаю, что браузеры и все остальные будут отображаться нормально. Ну, мы-то еще и любим в игры поиграть. И это тоже важный момент. Поэтому тоже возникают вопросы по поводу экрана. Следующий момент о том, что убрали сканер отпечатка пальцев назад. Очень много народа бухтело о том, что йоу, это не прикольно, это не модно, это не круто. Он будет там нажиматься, короче, камера. Вот как раз именно этот момент меня вообще не беспокоит, потому что сделали сканер, ну, можно назвать его пафосно сетчатки глаза, короче, сканер глаз, когда вы берете смартфон, вы вот так вот поднимаете его, смотрите на него, и этот смартфон разблокируется. И вам не обязательно нажимать на сканер отпечатка пальцев. Реально не обязательно это делать. И это очень важно. Вы подняли, он включился, он работает. Практически в айфоне тоже есть вот эта фишка. Вы подняли смартфон, он загорается. Правда, единственное, он не разблокируется, что не очень-то хорошо. Было бы здорово, чтобы он еще разблокировался от сетчатки глаза. Вообще было бы круто. Вот в айфоне нормуль. Так вот, в Самсунге это еще круче сделали. Сканер отпечатка пальцев уже, можно сказать, устаревает. То есть это не является трендовой фишкой. Со времен iPhone 5s, когда появился сканер отпечатка пальцев в телефонах, это было трендовой фишкой. Сейчас сканер отпечатка пальцев не является преимущественной фишечкой. И Самсунг это продемонстрировали, и сказали, и заявили точно о том, что, ребята, есть еще другие способы возможности разблокировки. И вот мы вам предлагаем вариант разблокировать глазами. И это очень круто. Лично я за. И поэтому я не буду пользоваться сканером отпечатка пальцев вот так часто, как я обычно им пользовался. Да, нюанс по поводу платежей, который подтверждается сканером отпечатка пальцев, и банкинг, который, возможно, не согласится в подтверждении платежа делать сканер сетчатки глаза. То есть это будет еще длительный процесс, но тенденция и мода, она уже уходит от сканера отпечатка пальцев. И это очень круто. Потому что они меня заколебали. Особенно в Xiaomi Mi 5s сканер отпечатка пальцев просто говнище, днище полное. Следующий момент, по поводу железа. Вы знаете, что компания Samsung презентовали свой новый процессор 8895, который немного мощнее, который работает на 10-нанометровом процессе, будет меньше потреблять энергии, чуть помощнее. Кстати, мощнее он всего лишь на 10%. Это написано на странице Samsung. То есть графическое ядро мощнее на 50%. В общем, я могу сказать, что по этому поводу. На самом деле, какой процессор не очень-то важно. Важно, чтобы этот смартфон не лагал и не тормозил. Кстати, Galaxy S7 спустя год у меня не лагает, не тормозит. Кстати, порт теперь у Samsung Galaxy S7 Type-C. И это круто. Но! Я ненавижу разъемы для подключения зарядки. Новый тренд и новая тенденция это должны быть беспроводные зарядки. Samsung Galaxy S7 имеет беспроводную зарядку. У меня еще Nexus 7 2013 года. В 2013 году имел беспроводную зарядку. Я знаю на личном опыте насколько это удобно. Я сам пользуюсь беспроводной зарядкой. Кладу смартфон на нее. У меня, правда, Nokia. Ну, окей, хорошо. Я, может быть, куплю себе новую Fast Charge зарядку. Но, тем не менее, я кладу и заряжаю смартфон. И это удобно. И то, что нет в iPhone беспроводной зарядки это просто большой и огромнейший минус компании Apple то, что до сих пор они такую нужную вещь не поставили в свой смартфон. И многие другие, кстати, смартфоны компании игнорируют этот момент. Ребят, если вы хотите то есть я вообще обращаюсь к производителям, ну и вообще как бы вот озвучиваю это в воздухе. Если вы хотите трендовый офигенный телефон, сделайте в нем супер классную камеру. Это очень важно. Второй момент, чтобы он не лагал. И третий момент, напичкайте его именно самыми трендовыми фишками. В частности, сканер сетчатки глаза это очень круто. Вы взяли смартфон и он уже разблокировался. Кто-то другой взял, он не разблокируется. Это очень круто. Беспроводная зарядка это очень-очень круто. Лично я считаю, что это действительно важный прогресс в смартфоностроении. По поводу того, что в S8 на 5.8 экран всего лишь 3000 мА батарейка и в S8 плюс на 6.2 экран 6.2 всего лишь 3500 мА батарейка возник вопрос не только у меня, насколько это будет хорошо работать целый день. Но, с учетом того, что можно и понизить немножечко качество экрана, очень широкий спектр настройки энергосбережения, различные режимы есть, присутствуют здесь. Это очень круто. Я предполагаю, что смартфон будет жить целый день. С учетом того, что мощность процессора не особо-то увеличилась. Всего лишь на 10%. И оптимизация должна решать. И я надеюсь, оно так и будет и произойдет в Galaxy S8. В целом, могу подвести итоги по поводу нового смартфона Samsung Galaxy S8 и S8+. Конечно же, я куплю для обзора. Я куплю их за свои деньги. Я бы очень хотел даже попросить вас о том, чтобы вы мне как-то помогли это сделать. Люди устраивают стримы, донаты и так далее. Но я этого делать не буду. Может быть, я когда-то и сделаю какие-то стримы с донатом, но пока что не сейчас. Я очень хочу, чтобы мой канал развивался. Поэтому, конечно, трендовые вещи будут появляться на моем канале. Также хотел бы сказать о том, что Samsung Galaxy S8 не оставил такого мега впечатления, как ожидалось. Потому что, во-первых, это было практически все известно до презентации. Это раз. И второе, он не удивил самыми-самыми мега хайповыми фишками. То есть, они уже и были в Galaxy S7. Это водонепроницаемый корпус, это беспроводные зарядки, это офигенные камеры. То есть, все это уже было. То есть, добавили только ряд нюансов обновлений. То есть, это уменьшили рамки и не увеличили особо смартфон. Окей, круто, зачет. Это улучшили фронтальную камеру немного. Кстати, в Galaxy S8 увеличили в два раза память. Здесь 32 гигабайта, а в Galaxy S8 будет 64, что ок, даже очень ок. Хотя, я сюда поставил 64 гига карточку и могу сказать, что 100 гиг мне хватает вполне. Ну, будет 120 гиг, 64 плюс 64, минус система и так далее. Остальные вещи, такие как Brigsby или Dex, которые делают рабочий стол, меня, к сожалению, особо не впечатлили, потому что рабочий стол, блин, ну, у меня есть компьютер, зачем мне рабочий стол, ноутбук для этого, и нужен более мощный компьютер для того, чтобы все это дело работало. В данном случае смартфон Galaxy я воспринимаю как смартфон, как мобильное устройство, которое я могу носить всегда с собой и как устройство передачи информации вам через фото и видео в съемку. Вот как-то так. Я рассказал мои мысли, то, что меня беспокоило, то, что мне было интересным, то, что я заметил хорошее и то, что я вижу из недостатков. И я надеюсь, это видео было действительно интересным и полезным для вас, поэтому не забывайте поставить лайк, не забывайте подписаться на мой канал о том, что будет обзор Galaxy S8, можете не сомневаться, вряд ли будет S8 Plus обзор, хотя наверняка он у меня засветится на канале. Я возьму опять же демообразец у своих друзей в магазине Samsung, но у них же я планирую купить, ну, скорее всего, у них. Я буду, конечно, договариваться о скидке, то есть и разошлю предложение в многие магазины, которыми я периодически сотрудничал, о том, чтобы мне сделали обязательно, конечно, скидочку на все это дело, и тогда все будет ок. Надеюсь. Все, друзья, на этом я заканчиваю свое видео, всем пока, до скорых встреч в новых видео. А также подписывайтесь на страницы социальных сетей, группу ВКонтакте, Инстаграм и Твиттер.